Четвертый по счету турнир по мини-футболу предприятие КНАУФ провело с традиционным масштабом. Одно то, что площадкой для него послужила база сборной России по футзалу, говорит о многом. В этом году в спортивный комплекс «Аквариум», что находится на территории Крокус-Сити, за заветным трофеем приехали 10 команд. Спортсмены – представители производственных предприятий из бытовых дирекций группы КНАУФ СНГ из России, Казахстана, Узбекистана и Украины. Почему мы выбрали мини-футбол? У нас это практически такой привилегированный вид спорта в группе КНАУФ СНГ, потому что это командная игра, она дает такой импульс для того, чтобы каждый почувствовал локоть друг друга, и мы стараемся работать также на производстве, в сбыте, в управлении тоже командой. После непродолжительной разминки состоялась церемония открытия турнира. С началом спортивного праздника участников поздравили официальный представитель Ассоциации мини-футбола России Владимир Катков и управляющий группы КНАУФ СНГ Янис Краулис. Я уверен, что вы своими спортивными доспехами, своей игрой сегодня и завтра покажете, что вы можете победить сильнейший. И я еще раз желаю вам хороших игр, хорошего удачного общения после игры, потому что после общения игры тоже будет. И сыграйте в команду, и пусть победит сильнейший. Спасибо. Футбол – это контактная игра, хорошая, зрелищная. Поэтому хорошего сегодня футбола, хороших голов, хорошего настроения. И чтобы день сегодня получился замечательный. Да здравствуй, футбол! Согласно регламенту соревнований, вначале был проведен групповой турнир. Две группы по пять команд боролись за выход в финальную часть турнира. Среди них были и два коллектива из Красногорска, которые, к слову, пока еще уступают в классе своим коллегам из других регионов. Ну, у нас уже сложились здесь такие сильнейшие команды. К сожалению, Красногорская не входит в их число. А сейчас у нас такие фавориты – это две питерские команды. Одна из них – это нашего Кнауф Петроборт, Кнауф Колпина. Далее у нас Донбасс, победитель прошлого чемпионата Кнауф Гипс Донбасс. И вот в этом году хорошо потренировалась наша команда из Кнауф Гипс Бухары, из Узбекистана. В итоге именно эти четыре коллектива и вышли в полуфинал. В первом матче сильнейшего выявляли команды из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. На последних минутах дополнительного времени победу вырвали спортсмены из Кнауф Петроборт. Во втором полуфинале напряженной борьбы не получилось. Там уверенную победу над Бухарой одержал Донбасс, который встретился в финале с Кнауф Петроборт. В последнем матче турнира интрига сохранялась до самого конца. И буквально за минуту до завершения второго тайма, воспользовавшись замешательством голкипера соперника, питерцы вышли вперед. Чтобы отыграться представителям Донбасса уже не хватило ни сил, ни времени. И в итоге обладателем заветного трофея впервые за все время участия в турнире стали игроки Кнауф Петроборт. Эмоции, конечно, заклёскивают всю команду. Ребята были настроены только на победу. Турнир проходит в один день, достаточно тяжело, но мы экономили силы именно для финала. В полуфинале нам достался серьезный соперник, наши коллеги, наши соседи. Мы собрались, мы их обыграли и в финале мы сыграли, я считаю, что очень достойно. Выступление очень хорошее, ну, то, что не хватило, это, как говорится, спорт. Только один победитель, два не может быть. Так что, это судьба. Несмотря на обидную ошибку в финале, голкипер Донбасса Валерий Громашов был признан лучшим вратарем турнира. А лучшими игроком и бомбардиром, по мнению судейской коллегии, стали представители команд Северо-Запада Фёдор Новицкий и Александр Самылкин. Максим Мельников, Михаил Петухов, Вячеслав Блажев, КРТВ.